Будьте готовы узнать немного новых фактов, которые однозначно расширят ваше представление об окружающем мире. Не станем водить вас долго вокруг да около и непосредственно перейдем к самому интересному. Первой работой Бреда Пита была должность Зазывалы в одной из местных закусочных. Одетый в костюм курочки, будущий актер и любимец женщин и не подозревал, что припасла для него судьба. Сегодня пить снялся в более чем 70 фильмах и является призером ряда престижных кинопремий. В Японии расположился морской парк Кейкью Абурацубо, который, помимо прочего, предлагает посетителям редкую возможность пожать лапу выдре. На стекле, окружающем зверей от гостей парка, есть закрытое на замок отверстие, которое каждый день ненадолго открывают, чтобы посетители могли сделать то, зачем они проделали столь долгий путь, познакомиться с выдрами поближе. Сентрейлия – город из фильмов ужасов. Преданный забвению, стерт из дорожных карт город в США. Здесь осталось только несколько домов, семь жителей и дым, отлеющих уже более 50 лет с залежей угля. А все началось со странного пожара, природа которого до сих пор точно неизвестна. В 2008 году на Олимпийских играх в Китае болельщики могли приобрести засушенных морских коньков и жареных скорпионов. Если и этого недостаточно, в период проведения соревнований практически во всех ресторанах начали продажу подобных засушенных деликатесов, так как именно они пользовались особенным спросом среди туристов. Исследования ученых доказали, что путешествия полезны для вашего здоровья. Это улучшает мозговую активность и снижает риски сердечного приступа и депрессии. Дни и ночи с каждым годом становятся длиннее. Например, около 600 миллионов лет назад в сутках был только 21 час. Самый калорийный бургер можно найти в Лас-Вегасе. По словам владельца бара, блюдо содержит в себе около 20 тысяч калорий. Учитывая вредность блюд в этом заведении, его официанты одеты в форму медработников. Весна Вулович попала в книгу рекордов Гиннеса, упав без парашюта с высоты 10 160 метров. Стюардесса единственная осталась в живых после крушения самолета в 1972 году. По счастливой случайности она оказалась в хвосте самолета, ударившегося по касательной о землю. Пролежав в больнице более 16 месяцев, из которых 27 весно находилась в коме, она поистине удивительным образом выжила. Ну вот и все. После нашего сюжета вы стали еще немного умнее. Продуктивного вам завершения недели.